здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале моды и джи дима канала моде красоте также об умном шаппинге в этом видео я поделюсь с вами своей потрясающей очень удобной находкой в макияже и могу сказать сразу что я человек который не имеет профессионального образования в макияже вообще никакого образования не имеет и зачастую у меня на видео прямо таки бывают ляпы то губа как-то неровно подвела подведена то например брови очень явные такое случается я к этому совершенно спокойно отношусь потому что такое случается и в жизни а поскольку я свой контент и вообще концепция моего канала это очень жизненный канал я в общем-то записала пошла к детям либо убралась записала пошла готовить обед то в общем то я совершенно спокойно к таким вещам отношусь именно поэтому я считаю что макияж должен быть простым а и основная основное мое требование к макияжу то что то что он должен быть очень стойким то есть мне хочется с утра накраситься если я потратила свои 10 минут заветные не потратил допустим на макияж или лицевую точнее не потратила их на массаж либо лицевую гимнастику мне хочется чтобы те 10 минут которые я посвятила макияжу они вообще-то окупились течение дня сейчас время примерно половина шестого то есть пять тридцать и я целый день провела с тем макияжем о котором вам расскажу этот макияж вам может помочь и пригодится на пляже на море на любом отдыхе потому что с утра к завтраку вы спускаетесь уже красивая и при полном марафете но и на вечер то есть вам такие до вечера этот макияж длится все зависит от того пойдете вы в душ вечером либо не пойдете а кстати с таким макияжем я иногда признаюсь сплю такого не стоит делать но вот так бывает случается что я устала либо дачка неожиданно свалился в объятия морфе и могу сказать что тушь о которой я вам сейчас скажу это прежде всего стойкая водостойкая тушь она может сохраниться прямо-таки в первозданном виде прямо-таки до утра следующего дня и вы с ней можете проходить как моем случае я много раз эту тушь показывал это водостойкая мак но неудобство такой туши в том что ее очень сложно стереть даже специальными средствами и так причем приступить к своему лайфхаку обозначу что сейчас у меня накрашено что я накрасила самого утра и сегодня я получила очень много комплиментов потому что ну потому что видимо я выгляжу несколько лучше с этим макияжем а вот такой карандаш наношу исключительно в уголки губ там где в общем-то контур с возрастом и начинает стираться а с возрастом сразу примерно после 30 лет поэтому у меня пупа моя любимая беру ее везде всегда 002 карандаш который со мной еще со студенчества повторюсь только вот здесь иногда вот эту нижнюю часть подвожу в общем-то не особо аккуратно это делаю потому что карандаш нюдовый и очень очень не подходит кстати он подходит также для красной помады чтобы помада не растекалась у меня есть потрясающая помада красного цвета от кика которая течет она течет прям таки на записи видео этот карандаш меня спасает на бровях у меня исключительно этот гель это гель мак и он супер стойкий я не могу сказать что у меня есть огромная огромная огромный опыт за спиной пользования подобными стойкими продуктами для бровей меня всегда полностью удовлетворял карандаш но этим продуктом я очень довольна этот продукт которого достаточно много я бы наверное еще себе прикупила когда этот закончится этот продукт однозначно я обновлю потому что мне очень подошел цвет мне очень нравится нанесение при большем нажиме я получаю заполнение между волосками брови при меньшем нажиме я получаю просто фиксацию брови в общем вот те брови которые я сейчас имею с самого утра со мной никуда не потекли никуда не стекли брызги у бассейна имеются жарко пот в общем то с тебя течет даже когда ты не на пляже и брызги от волны также ты стираешь в общем то все на месте это очень важно для стойкого летнего макияжа ну и вообще достойкого городского макияжа домохозяйки которые у которой мало времени на то чтобы краситься но и приступаю к своему лайфхаку к своему потрясающему открытию у меня на море я не брала эту палетку с собой я когда-то и увезла на море опять же желая расслабиться расслабить свой дом у меня вот такая палетка имеется натуральные цвета я думаю что у многих из нас они имеются вам подойдет светло-серый темно-серый точнее темно-серый пигментированный по большому счету вам подойдет любой цвет но блогер который которого я посмотрела она настоятельно для этого лайфхака для этого трюка для этого способа речь пойдет о межресничном пространстве это какие глаза у меня сейчас опять же не знаю кто-то видит разницу это не видит разницу а это прежде всего благодаря вот этой технике нанесения скажем так подводки помните я рассказывала вам про супер средства про супер лайнер от гирлейн который наносится на внутреннюю часть века это очень сложно объяснить это очень сложно показать и самое главное это очень технично сложно это подводка представляет из себя очень плотные тени гирлейновские которые сейчас выпускаются всего лишь двух или трех цветах когда их только выпустили они были в палетке наверное 6 цветов имелось а так вот вы проводите вот таким образом по внутренней части при пригибая на верхней снички очень быстро и получаете подводку как это делают восточные женщины но вот с гирлейн продуктом у меня не получилось так сделать я не получала красивый эффект у меня осыпался этот порошок и в общем то и отпечатывался на нижнюю слизистую ну как то все это было некрасиво так вот этот лайфхак вам понадобится для него также кисточка любая тонкая либо соскошенным краем у меня была соскошенным краем я очень люблю эти кисти соскошенным краем ими можно наносить красную помаду ненужным кремом ты тут же все это счищаешь убираешь и вуаля у тебя готовка готова кисть для бровей им же я работаю этой же кистью для бровей вот она для бровей возможно предназначена ну и подводочку кто научился кто умеет делать тоже можно сделать а и вот тот способ подводить глаза тоже подойдет вот такая подобная на самом деле любая тонкая кисть вам подойдет набирайте самый темный пигмент но для этого лайфхака повторюсь блогер которая посмотрела советую так называемую гелевую подводку которая у меня тоже есть но она осталась у меня дома у меня кико подводка гелевая представляет из себя маленькую баночку откручиваешь опускаешь туда кисточку и набираешь нужное количество продукта и этот продукт мне не подошел потому что стрелки я так научилась рисовать еще зубочисткой что-то там я могу себе красиво сделать но времени уходит очень очень много поэтому если он у вас есть то попробуйте именно таким продуктом и что нужно сделать нужно фактически приближусь я нет аппаратуры блогера визажиста нужно фактически приподнимая ресницы кто-то это может сделать при помощи пальца нанести пигмент любой который вы возьмете чем плотнее будет будет пигменте ему будет дольше держаться и вот гелевые подводки они хороши тем что они тоже долго держатся действительно они цементируются они застывают кто рисовал себе стрелки кто рисовал себе стрелки значит потом очень сложно убрать эту стрелку при смытии макияжа даже масло очень очень тяжело убрать даже маслом растворяет плохо поэтому такой продукт подойдет я попробовала сделать у меня тинт для бровей я все-таки его взяла я рассказывала то тоже с нижней стороны можно но тинт для бровей не обладает достаточной темнотой потому что здесь для подводки понадобится очень тёмный продукт чтобы мы в общем то и быстро это сделали и легко и чтобы был виден эффект но еще очень важно понимать что будет казаться сейчас покажу его когда себе представите будет казаться что это делать очень долго но вот у меня времени ушло гораздо меньше чем на мою классическую подводку который я пытаюсь пытаюсь сделать а потом что пытаюсь пытаясь поправить ну и в итоге результат как правило мне нравится мне не Нравится видео, где у меня на глазах подводка. Я считаю, что, в общем-то, я себя испортила, но стирать еще дольше, и там уже и ресницы накрашены, и поэтому я записываю так, как есть. Немного расстраиваюсь, что выгляжу не так хорошо, как могла бы без этой подводки. Так вот, можно чуть-чуть отогнуть веко одной рукой. И вот таким образом проработать, приподнимая прямо-таки нижний-нижний край. А можно, я, например, сделала, как советовал блогер, просто вот непосредственно самой кисточкой приподнимая и работая очень-очень близко. Фактически вы должны прокрасить межресничный край с внутренней стороны вашего века. Это можно сделать и с верхнего вот таким образом, тоже пригибая ресницы, конечно же, когда они еще не накрашены, вот таким образом. Но проблема в том, что когда вы начнете таким образом делать, вы начнете менять себе форму глаза, и это уже получится подводка. А вот чтобы поменять форму глаза, необходимо рассчитать, где подводка должна начинаться, как она должна уходить, насколько она должна вот здесь прилегать к веку, либо немножко отставать и потом быть заполненной. Это все очень важно учитывать. И поэтому вот такой способ с внутренней стороны роста ресниц, не послизистая, а прямо-таки впечатывая пигмент, впечатывая его вот таким образом, такими вот вибрирующими движениями, приподнимая себе. Это делается достаточно легко. А когда объясняешь, кажется, что все это сложно, но поверьте мне, взгляд, когда вы отойдете на шаг от зеркала, рядом с которым вы краситесь, вы увидите разницу. Я вам искренне рекомендую, когда мы хозяйка со стажем, который очень любит себе быстрые вещи, попробовать такую подводку. Повторюсь, нужны самые обычные темные тени, наверняка они у всех имеются, скорее всего, это мои кричат в бассейне, сейчас я к ним снова побегу. И потребуется вам кисть хорошая, чтобы вот этот пигмент туда вибрировать, вбить, по-другому и не скажешь. И таким образом вы, вообще-то, красотка на целый день. Повторюсь, чем более специфически у вас имеется продукт для подводки, как, например, гелевая подводка, тем дольше будет держаться результат. Но я сегодня нанесла самые обычные тени, которые не предназначены для подводки. Вот этот цвет я самый темный взяла. И могу сказать, что я довольна результатом. И самое главное, самое главное, если эта подводка куда-то у нас утекает, она просто исчезает с нашего глаза, то есть начинает опять виднеться межвесничное пространство. Но, скажем так, это не меняет нашу форму глаза, это не меняет нашу эспрессию, потому что если у нас течет помада, опускаются уголки губ, если течет у нас тушь, либо подводка, то, в общем-то, мы становимся пандообразными существами. С этим лайфхаком, с этим трюком не происходит. Рекомендую попробовать, будете красотки с утра до ночи. Доносится быстро, скорее всего, все смогут сделать. Очень проста в исполнении такая техника. Ну и, повторюсь, продукты, которые понадобятся для этого лайфхака, они у всех под рукой. Я же на этом с вами прощаюсь, желаю всем хорошего настроения. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока. Продолжение следует...